а знаете что мы сейчас сделаем здравствуйте кстати то что давно хотел но забывал посмотрим заставку мэтт ну или она тут есть у моего джека есть заставка и там что-то рассказывает видимо сюжетное чтобы всегда пропускали и тетрадку своего готовлю вот она лежит на столе поудобнее располагаетесь на эти кто-то все говорят налейте себе чайку возьмите каких-нибудь вкусняшек но классическая ютуберская стримерская вот мои записи мэтт и мэджики а чем будем заставку смотреть смотреть смотрите заставка все будет тут надо нажать не то что я обычно нажимаю вот нет 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 вот низкий а объем для сцен написано давайте нажмем вот нам показывают гостиницу или queen и по какой-то причине если он тут сменяется сама пока вы приключаетесь будете встречать существ дружелюбных и опасных и характеристики каждого монстра уникальные вызывающие не возникших каверник откройте крепость воина или полдунская логово драконии убежище или ярмарку девиц ттт ттт испытания бла-бла-бла внезапные оболанши как это по-русски за забирают ваш отход и нет пути назад лавины лавины вала ну и фантастические существа там 94 заклинания понятно это 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 такой как называется то что обычно сзади писали на коробочках с дисками и картинки и надпись теперь как продать получше век кавалерии альтернативной реальности эксплуатировать землеварно при помощи сил могущества его уже не все понятно ничего нового мы не узнали но вот какую-то интродукцию нам дали сегодня у нас по плану возвращения подземелья найденная где-то у подножия горы болоте вот так вот вот так вот всю жизнь из одного болота в другое другом болоте еще третье я болотный житель с этим ничего не поделать сейчас мы по пути туда еще должны преодолеть вот эту неприятную часть где пустыня закручивает влево-вправо никак не перепрыгнуть и да у нас еды у нас много кстати читая а еде не подумал тогда назад назад с голоду не подохнуть что поспешил а как говорится поспешишь получишь шиш а не поспешишь вообще ничего не получишь чаще всего это вот как как вчера вчера в игре лига легенд есть такая стратегическая онлайн мультиплеерная экшен игра я там как как и в жизни по профессии лесник обычно у другой команда их две две команды там сражаются 5 там есть у другой команды тоже лесник иногда он может захотеть проникнуть туда где где твои лесные монстры живут вот и попытаться их запобедить чтобы получить опыт и золото опыт ну 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 тут как везде в общем то как любые и опыт и золото нужны чтобы их конвертировать в усиление и вот и однажды вражеский лесник был достаточно дерзкий он недостаточно быстро чтобы успевать туда где ему надо но не успевать делать то что требовалось для получения усилений поэтому спешить не стоит нужно рассчитывать свои силы не спешите не тормозить то получится чё попало давайте нам еды немножечко спасибо все сейчас не боюсь еще закупаться едой по 200 мы этом мэджике в отличие от жизни я могу себе позволить более дорогую еду все блин а почему почему не у всех еда купи опять назад все а почему бы у всех еда купилась а тут не на тут один на всех покупает и тут тоже не купила давайте а почему в чем дело ничего у меня дохлыш да нет вроде мы это мэджик ты чё давайте отдохну здесь все я отдохнул еще раз зайду еды к царь спустила на эту на это на эту аферу не у почему-то не покупается и до все окей почему на всякий случай давайте расширим золото на все почему нет может действительно в этом проблема ну да скорее всего в этом проблема и было срали косарь короче идем отбивать вот и по дороге нам попались даже гидры гули и сатиры они нам помогут вернуть немножечко потерь надеюсь там не помешает чернандит вот нет андедов и защита от психических травм от цаакфора он умеет накладывать защиту психики остались только сатиры которые сейчас нам ничего не сделают потому что мы сайки к резистанс резистант то прилагательно полечим и у гуманист от физических ранений это не менее важно при заботе о здоровье потом полечим кириган смысле когда это майкан magic кодировщик перегружен а это бог боговский лаунчер записаться запуститься решил мы конечно знаем что бог . ком это лучшие старые новые игры без деревья бог . ком используешь с любовью но их вечно в бете находящийся google аксе иногда вылезает загружает cp на полную вообще на сотку час я смотрю на диспетчер задач и мой бедненький процессорик под названием intel pentium cpu 5405 у с тактовой частотой 2,3 гигагерца на 50 процентов google galaxy загружается это где же это видно но придется подождать а пока это давайте притворимся что сейчас стриму напишите в комментариях как у вас дела я пока чаючку хлебну хочу закрыть то больше нечего могу закрыть убавец но тогда ничего не запишется могу закрыть тасс бокс все можно можно дальше продолжать отпустила кириган получает так нужное и лечение вот еще замечательно полутыщи отбили как спустой еще сверху по 57 золотых каждому и даже немножко генчиков ну хватит вертеться не туда пустыня играй еще нападение сегодня много энкаунтеров по пути к данжу аж 2 уже они не хотят нас пускать несметным сокровищами его ну тут чё поделать придется повоевать иначе ой не то один не поражалось надо чтобы сначала один потом два поблес получить кожа на кастуем почему нет такой слабенький слабенький бой легко вывозимый но тюрн андет хочу сделать люблю делать просто тюрн андет вот фейт гейтсов дом несмотря на колоссальное разнообразие магических классов заклинаний тюрн андетов никто не может делать там как-то в принципе с андетами туго я так понял видимо в германии нет нежити игра немецкая там все либо живые либо совсем мертвые одно из двух немцы не любят и неопределенные подвешенное состояние никто не любит когда его подвешивать за исключением не особых случаев прокаженные чумные убегают понемножку ну а как еще видит несметное силище против них напали фиг знает на кого на чё надеялись преодолеем вот этот лесочек симпатичный лесочек и через болото горочки через могилы затонувшие зыбучие пески вот это вот все развеселое содержание болот как в жизни в тьма надо надо свет в темноте ходить то будем на второй этаж собирался до по глубине 1 там уже весь обходили хочу второй тоже а как так одежда тогда еще не а вот нижний правый угол я хотел идти точно муж отдохнуть перед этим делом пойдем так то я вспомнил тот же будут все более усиливающие стопы врагов начале они еще так хаотичные разбросаны пуля начали вот слабенькие всякие каких мы еще церкви гали видели первом нашем городке потом тут пойдет коса на камень находить тут главное лечиться отдыхать правильно менеджер ресурсы как как жизни вообще очень жизненная игра не оставит повторять чтобы было хорошо надо все правильно делать чуть не учел переоценил свои силы все остается только заново пытаться ну либо идти в другое место потом возвращаться можно то необязательно мы же не знаем зачем конкретно сюда надо может нам сюда и не надо вот точно куда нам надо это в алгаре также город называется там один из двух братьев сидит мы знаем куда нам надо точно а все остальное это так попутешествовать немножечко приключаться смотреть как там может что интересное найдется если нет опыт получим опыт всегда хорошо денежки опыта утец а главная цель она не всегда совпадает с какими-то отклонениями по курсу все как жизни глефа нашли глефу продаем но если унесем ее отсюда конечно тут уже можно начать не отдыхать а подлечить немножечко ребятишек я еще не помню кто там будет давно не пересматривал прошлый ролик ацидные блога кентавр и клерики давайте у нас психическая защита еще висит отлично действия период полувеведения психической защиты еще не прошел или 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 с другой стороны не медикаментозно если подходить еще свеж положительный опыт каких-то самопомогающих практик и терапии со специалистом у нас специалистом выступает свет солнца надо после после каждого отдыха надо обновлять так механика работает очень жизненная игра минуточку он даже минорных дьяволов уже не боимся как можно видеть в одном месте попадались же вот эти вот уэссер дивус или уэссер диманс которые выглядят иначе и это стрёмные вот 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 их пока наверное все еще стоит бояться вот и их пока не ожидаю надеюсь их тут не будет как говорится на рандом в рпг надейся но сам качайся гарпи убегает гипогриф убегает как 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 гарри поттере очень реалистичная игра вообще не перестаю удивляться на нас пчелки напали но этого мы тоже уже не то что боимся свет солнце немножечко подлечиться сладеньким лечением дина лизард убегает вот отлично что нам они оставили ой ловушка в сундуке большой щит на продажу гемы мы гемы мы гемы мы кому даем даем пока к фору потому что у него меньше он много тратил за время фарма проверим не заперта ли тут дверь нет отдыхаем обкастовываемся кожей цветом сразу же психической защитой тоже он еще посмотреть что можно скастовать на всякий случай чисто чисто на всякий случай но всякие резисты от и горки почему нет там нас уже будут ожидать более серьезные противники и хорошо бы более серьезно подготовиться так осталось два резиста навесить от кислоты и от электричества самые нужные в жизни тоже сопротивление вот тут тут вам даже больше ай-яй-яй-яй-яй-яй надо сметут в один миг так и уникорн убежал уже хорошо все фокусим были отлично больше ни о чем не переживаем значит ну правда magician может молнии неплохо зарядить не помню он по всей потери по нескольким только бьют давайте мы его заткнем и попытаемся пытаемся или вообще опробовать новое заклинание к фора палец смерти показываешь на кого-то он умирает как в книге дочь некроманта почти там девочка все руминацию проводила на тему того что вот 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 я тут такие спелки учу крутые оказывается можно было просто приказать человеку умереть магическим способом не додумывалась какое-то время потом ее долго не давала покоя единственное что помню из этой книги а еще что там была сцена насильственное в двух смыслов связывался больше ничего не помню из книги он собственно запомнил только то что меня шокировало и впечатлило сколько мне лет это было когда я читал пандыру подросткам таким средней школе учился хочу это чуть освет солнце мертвый стал как же мы дальше пойдем без него у меня еще нет воскрешения никакого я пока так не смогу чем не делать теперь возвращаться не хочется воскрешать коры отдельно не знаю сейчас оценим ситуацию проведем некий ассесмент сначала надо с эти с этой энкаунтерные справиться мне точно нет воскрешения точно жаль весьма жаль давайте тогда лечить всех понемножку но гуманиста лечить начинаю не по количеству оставшихся кп по количеству недостающих сейчас вот сера фармида есть смысл лечить потому что у него не хватает больше чем 16 которые у меня устанавливает моя главная хилка но гуманиста кстати надо не забывать что тоже есть заклинание он же паладин он может пользоваться клириканскими заклинаниями а керген может пользоваться заклинаниями колдуна но сейчас посмотрим какие у нее доступны вот до второго уровня меня конечно мало ли когда пригодится никогда не знаешь вот но гуманист иногда в боях прям поднимал и горку допустим выбитого чтобы тот поднимал дальше людей и кого-нибудь еще польза у этого уже была открыта посерьезнее полечим фармида просил как говорят люди любящие использовать мультиплеерных онлайн экшн стратегиях терминологию которой нигде в игре не узнаешь и надо читать гайды или смотреть всякие трансляции киберспортсменов чтобы узнать типа ушел на лимитах что что такое лимиты где я в игре узнаю что это такое где в игре узнаю что такое керри что такое адыка и там нигде не написано там нет словаря типа как общаться с людьми которые нахватались терминов где-то вне игры должна быть такая вот памятка прям внутри клиенте ну это понятно я уже когда-то об этом говорил что лига легенд очень 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 некий киберспортивно-центрично в этом плане вот что-то случилось на про сцене и ты должен это знать если хочешь чтобы тебя чате не называли плохими словами ну видишь хорошо когда ну это все все в теме в теме парамет у типа ой о чем органами дворца раками это вот это вот все вот об этом я вот или люди воспринимающие обычную игру с рандомными людьми как рейтинговые допустим мы при приносит процесс который интересное времяпрепровождение где можно попробовать в том числе нормально если там в начале еще когда выбирают кто кем играть будет кто-нибудь напишет я вот на таком то учусь и нормально там напишешь да мы тут все учимся и как бы никто не возникает вода когда когда уже в самой игре особенно там чего-нибудь не получилось и тебе говорят да как ты мог тут то вот так то так то ожидая от тебя какого-то перфоманса которые не всегда можно ожидать от какого-нибудь киберспортсмена ты лишь но я штук учусь это иди учись с болотами вот это все приносит рейтинговую ментальность вообще в жизни я думаю приносит когда ты говоришь что ты учишься говорят что даже этого не умеешь раз этого не знаешь и не понимаешь что тут учиться бесполезно вот какие противные люди бывают вот это стало в одно время для меня не только для меня вот с алисой мы играли в лигу легенд а потом нашли безопасное пристанище в хотя там было безопасно там было комфортно такой пол каузи каузи было как говорят пиндоусы каузи а потом вот как-то вот меня зато щели опять в лигу легенды я уже совсем багажом опыт и экспириенса своего эмоционального интеллектуального как-то стал проще относиться к ситуациям неприятному иногда неприятно когда игра не складывается сразу ты понимаешь иногда иногда вот думаешь что вот на что я трачу свое время в итоге и немножечко вот этим себя гноблю смотри редко ничего тут мы по моему не вывезем надо валить надо валить да это плита не отмывается просто я сама плита горит подгорают и и тру 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 качечески а там уже ничего не оттирается надо ее отскоблить вот этой средством варвары василийски не 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 сюда сюда по ходу рановато и он что-то ничего-то не а можно убежать ну да тут вон начальник варваров стоишь тут лишь ого вождь огоров вождь огоров но есть вот такой типичный обычный вождь варваров я прям вижу у него супер джен за 80 за 8 за 800 xp хотел сказать получаем награду вот поэтому я в безопасности нет это же безопасности меня-то ладно еще можно как-то по youtube наверное через даркнет вычислить по имя фамилию но если чё это мне легко мне легко затеряться конечно сижу в даркнетах они называются иногда в россии можно что-то открыть но ты открываешь сразу несколько крышек компенсацию за то что предыдущие не открывались это так работает вот мне легко затеряться просто растворяясь в тумане интернета на фейковые аккаунты тебя никто не найдет я и так это предварительно могу затеряться на своих старых добрых болотах там вообще ничего никогда не случается никто никогда не находит хотя грозились меня грозились найти он при тонет извиняться не придется все не идем туда не идем туда идем не туда а я тут еще и без еды сейчас мы тогда расширим gold на и станет все намного лучше не потрачу эту лишнюю тысячу все опять сделаю сейв даже на всякий случай ну что но чтобы круга потом если забуду еды купить в об этом не стоило беспокоиться тогда идем уже в другое место собачка чу пикаешь помощь тут собачка мышь иногда блин лишний раз крутанулся и все отступаю а я отступил куда надо нормально сейчас мы проникаем на юг и на запад вот у нас алгарь виднеется вот этому внизу немножечко уже зашел на одну клеточку посмотреть и сейчас мы местные болото обходим как не обойти по увижу болото обхожу болото по кромочке вот у нас кстати есть же заклинание рождением воде да у нас уже есть потому что мы пилоты или потом по воздуху вот это отхождение продавать сначала земные пространство преследуем да а потом уже остальное последовательный будем опа тайный ход куда-то пошел у нас тут случилось хаунтед марш болото заполненные призраками грубо если переводить совсем а я тут тьма на севере этого болота какая-то тьма магическая все она кончилась обходим тут пока ломочки а там остров бог так называется вот туда потом заглянем давайте повоюем с этими легчайшими противниками кожу напустим на себя того 16 роли неприятно но и не так чтобы много уже но для свет солнца это много у него всего 23 здоровье максимум как жизни интересно сколько у меня хп пересчете вылога паучки убегают по чуть-чуть вот фэйт гейса удобнее враги вроде никогда не убегают хотя не чуть забыл на самом деле убегают но очень-очень редко 66 золотые 33 мимо но тут посерьезнее ребята ацидные было бы и даже вигах даже вигах это черенка лечим все вот видите серия превратилась из данжевой в эксплуатативную обычная за кадром оставляю последнее время ну что тут как-то в этот данж уже не в этом данж уже пока не там неприятно там больно делают девочки еще ты 5 1 2 1 тоже легкий бой почти все нг дотернулись ой давайте ведьму выстрелим отсюда быстрее поднимаем кора но увлекаются даже гниющий труп смог каким-то образом убежать в болотах засерялась ой чё чё и нашел погодить а великий молот но это на продажу мне никому не надо великий молот это не про нас два гема тоже скинуть кому следует вот тут в принципе тоже нужно в город зайти да я так понимаю он тут прям но сначала мы все тут осмотрим до конца или если гостиницы прям прям вот сходу прям вот сходу желательно не тут храм тут вроде как удобно тренер у болотные припасы отлично нравится название вот гостиничка сыримся и уходим пока что экспорит дальше болото городе осмотримся потом монстр нас окружили тоже не то чтобы сильно опасно маги этот работает нет не работает тогда опасно тогда передумал в оценке но по ходу справляемся справились даже его отлично сундук открываем получаем ловушки в лицо и от этого умирает цвет солнца руку от ноутбука поднял левую и такой большой палец свет чтобы чтобы все видели мою реакцию на то что случилось позоришь случилось как можно было умереть без сознания находясь это как это дэдблэй начинается типа ну чё ты все живые ну ловушка да ловушка нет умер мог не умереть сейчас воскрешать тебя за деньги по профессии блэймер чест блэймеру сундук сейчас буду приметь и за сундук с нулем голды затем писать что каждому достается по нулю золото да это сундук меня шеймит как не нужно оживить к форам частью храм мы уже знаем где храм полумертвого написано спасение воскрешающего делаю как говорится вот хочешь воскреснуть мой тут дорого дорого воскресать 0 разочек можно пока сейвится не буду никаких сохранений пока не найдется чем быть крутое или не закончу сегодняшнюю серию ой-ой-ой станут фигня вот тут мы опять не сможем магии используют давайте проверим на магия тут не работает в этих магических темных местах север болото на севере болото страшно настолько страшно что вон воры в партии противников убегают осталось только два вора сама главных один из них наверное носит имя вова другого я не знаю один из его двойников наверняка потому что тут их никак не отличишь хочу это за звуки это не собачьи зарядка не взорвалась как будто отрезонировал стены вот над над тумбочкой гору и даже убегают когда видят такую оппозицию война нас еще и в процессе обыска сундука напали демонические доги сатиры и васпы васпсы молкаются как семечки как говорится как раз плюнуть семечную шелуху один сатиры бежала другой другой не успел и чего у нас тут сейчас два сундука может быть жирный сундук но нет только один выбраться бы отдохнуть действительно отдых успешен друид и сатиры надо успеть на каст надо успеваем у нас гандикат надо психик протекшн кстати не забывайте читать мой вконтакте мою стену вконтакте там я иногда размещаю всякие материалы на тему психик протекшн нужно уметь этим заниматься не только в этом и джеки мы там и джеки как известно всегда можно начать заново и попробовать цену без без травмирующего прошлого в жизни надо учитывать то что свои вводов нету вообще-то даже неплохо позволяет не обесценивать наши решения вот недавно террари исполнилось 10 лет кстати замечательная игра которую я может через 10 лет пойду может даже кооперативно с кем-нибудь уник 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 вот и бог . ком повторять не будут вместе с террари запустили конкурс своеобразный надо было в твиттере написать под постом чего не хватает какой фичи из игры не хватает в реальной жизни я упомянул про то что своего воды это кажется что было бы хорошо но нет я написал что настрой графики потому что это то что возгорело помогло слабовидящим людям допустим что когда вот думаешь чего чего менее страшно лишиться слуха или зрение или чего-то еще не хочется переставать видеть все что видишь страшно учителя лизардов на волоках завелось это вот если ничего не делать со всякими мелкими ползучками которые могут завестись на болотах они могут вырасти наверно до размеров динозаврических не вина орг лидер гноу воры давайте полечить можно же кого ну да и риган вот у меня даже фаербольчик тут пульнул а это не дэдли спор это стран глингвины вот так я напугался что они сейчас взрываться начнут пульнул фаербола это не то не тот противник на которого стоит в иных случаях тратить фаербола уже перед обыском у то я понял лучше отдыхать этого те кто без сознания в этот момент находится могут помереть и росомах немножечко сделаем из них шапку росомаха пока воры убежают но тут нормальные воры такие ответственные назвался вором то не лезь в дела party решающие мировые проблемы поворую кого-нибудь другого фенгейса в дом все наоборот ведь тебя вор и так и норовит что-нибудь тащить поэтому и вот когда-то уформлюсь хожу за кадром цивлюсь после каждого боя если попадается битва в которой у меня воры утаскивают золото и убегают это все выключаю загружаюсь по профессиям юзер сэйвов обьюзер сэйвы спасибо говорю и не пух подкрепиться важно о так что тут случилось на нас напал кто пол пид его так и зовут кстати это его победим что-то пол пид когда вы не ослышались его зовут пид ну а че у него ассасины тут какие-то серьезные пи 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 а вот такой вот господин попался господин свой господин господин своих ассасинов попробуем его зафокусить потому что он какой-то больно опасный чем сделать сделать такого а может быть по выбираю ким и заклинание интересно давайте их ослабим для начала он у него не сработало кстати у него защита от магии высокая так вот он ходит и высасывает знал гуманиста жизненную силу как-то на нем отразилось интересно уровень отсосал отсосал у него гуманиста уровень неприятно он еще и регионится нифига себе чем такой жесткий мне надо вернуть уровень на гуманисту ну или потом сначала нам не помешает защита от огня потому что он еще фаербола судя по табличке может пулять этот пид если и над замедлением но это вроде на всех работает всегда блин у него 2 хп осталось он отсосал 23 здоровью форме да и уровень я так понимаю тоже отсосал ну да восьмой уровень у форме да сейчас ну ничего сейчас он соснет пол пид гоуз даун осталось только с ассасинами его разобраться давайте сделаем рестор энерджи на фармиды сначала все у него снова 9 уровень 37 лет фармиды серьезно а он тут всем по 30 нет кстати нет но гуманисту 27 кириган 37 и горки 27 свет солнце 27 крови 27 а когда мы так постареть успели что-то нику я не помню с каких мы возрастов то начинали ладно неважно тогда два старичка так давайте молниями шарахнем он неплохой он кстати одобряю они слабенько бьют к счастью у них в принципе 1 до 8 дэмэдж хорошо челкаться даже краеваст хит на у кого-то ой надо же лечиться что-то за здоровьем тут не слежу у наших ребятишек свет солнце давай я по тебе поднимем и фармиды полечен ну чё получается справились с полом пидом три тысячи триста тридцать три опыт нормально чё у нас тут сундуке есть интересно особо ничего ладно приобрел щит у нас у всех уже вроде такой есть еще глянем где-то кому она упала вот ну да у всех есть она у гуманиста нет но он двуручного оружия у нас и ругает вот сейчас надо отдохнуть и даже в город пойти заселиться недавно недавно я вот вот ну а вот в 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 много вас да вы слабы так а вернулся уровень ты на гуманисту да отлично можно было даже не тратить спалку на это дело кстати об уровнях то надо глянуть что у нас там не на подходили новые ну еще нет конечно он ближе всех к новому уровню сэр фармит и горка там чуть краю еще отстает нужно шестьдесят шесть тысяч опыта в 20 раз больше чем мы за тот бой получили спидом 6 когда где формится где это все набивать крышки кожицу сделаем тут все-таки ребят серьезно 2 до 12-х у варваров не мелочи уже подлечим себя сначала свет солнце потерпит надеюсь ну что мы еще можем сделать можем кстати опять же их ослабить на чуть-чуть совсем понимаю как это вот не нужно не бейте к фула его надо будет поднять еще вот перетасовываются фиг поймешь где какой табличке это тоже не сразу отображается не читаешь особо таким образом растяжка чё-то тяжко тут крайне попадает лишь попал бы было бы супер здорово добил бы того кого следовало добить лечь мы себя молнии молнии пройдемся серьезные противники вот попал молодец кириган и еще молнии шлифанем последних в ряду двоих вынесло лечим мы ума кормить держись 9 хп осталось все полегше нормально золото неплохо кольчуга не нужно отдыхаем все вот тут бы так огромный крылатый зверь провозглашает это болото очень опасно отвести вас к безопасности то чуть наверно не надо не не надо а он у засада засада с очень опасным чудовищем 218 хп дамаг обратите внимание 1d 120 резисты и паралич он уже наложил на ломанисты валим просто валим первые же возможности свет солнце скорость 17 они все быстрее очень нехорошо пытаемся убежать так своими силами свет солнце нас уже не спасет очень нехорошо пытаемся убежать пытаемся вообще как только можем поднимаем свет солнце надеемся что его не убьют пытаемся убежать от его руку вынесли скоро вынесли опять нет мы отсюда не спасемся боюсь боюсь земляную сторону осталась одна кирка на ногах и она я не думаю что она может что-то сделать чтобы спастись вот так вот обманул нас гигантский кроватый зверь кто мог подумать вообще это закон тоже болотной жизни видишь идешь по болоту видишь кто-то очень большой крылатый там нет это непонятно если он тебе говорит что тут опасно давай тебя куда-нибудь увезу в безопасное место то не знаю что делать что будете согласиться мы отказались и за это получили от этого зверя слив party можно убежать нет ну ладно так где мы тут сейчас находимся где-то третье на считается до мешок опыта лишились большого но нормально поэкспорировали тоже хорошо легкий бой все у всех подряд называется отчет одни полечился да или тут уже побили кусок и двойственная ситуация не как в жизни к счастью вот это не не жизненная тема ты в двух состояниях боишь мы это на мэджике чаще всего либо еще не полечены либо уже побитый с полными хп редко ходишь с полными хп это только если он отдохнул ну не 3000 опыт конечно понемножечку опа как что-то интересное пояс могущество пояс силы ну кучу такое давайте посмотрим прибавляет майт плюс 5 это можно это можно это можно как раз на гуманисту то и можно наверно вместо колечко нация плюс один давайте так это нажал сейчас и если вы экипирую прямо отсюда не получится а получилось даже не вместо колечко вместе с колечком вообще замечательно надо его сохранить вот для этого надо вернуться в год вот для этого надо пережить еще один бой он легкий лёгкий легкий и улов небольшой все нападаете не хотите чтобы я донес этот пояс чтобы его сохранил опять сундук с нулем золотом большой щит плюс 2 может быть интересно это фигня хорошо что тут гостиницы бесплатный тяжело начинать во всяком случае а то есть всякие руб и гиги гостиницы платные вот ходишь так очень осторожно не засыпаешься еще и боевым всех подряд щелкаем не попадают вам спать чем по пчелам магии подать 333 и мы джин и вот и снова его был он steam вот так вот кто ждал можно все скилл по ушам сильвершилд опять отдохнуть на всякий случай коже постую хотя бы и до исследуем вот этот оставшийся кусочек болот клерики без психической защиты не смогу резко вставать лишь придется фокусить клетка сначала все можно расслабиться немножко цвет солнца убит не убит мы сознание и и не поднять его пока не кончится бой только не бейте по нему оживлять дорого тут ну кстати могу поменять местами меня с форум как-то побезопаснее выбором чисто так на всякий случай все обменялись обменяли положениями в пати никогда не пользовалась эту опции пренебрегаю и почему-то а так ведь можно спасать людей напишите еще в комментариях пожалуйста есть ли у вас домашние животные ну те какие у кого еще не знаю у те у кого тоже есть могут тоже написать познакомим животных друг с другом и напишите ваш опыт опыт жизни с домашними животными был ли у вас период как у меня когда я был всячески против любых домашних животных признаете ли вы их какую-то там полезность прагматичность каких-то делах может он как охотников за ползучками заводите или как эмоциональную поддержку или как ну не знаю что-нибудь еще и как это уравновешивается вот плюсы которые от них приходят с минусами которые возникают при необходимости как-то их продукты жизнедеятельности за ними убирать и они работятся вот поэтому обсудим как в комментах под видосом как говорят модные ютуберы чё еще говорят модные ютуберы что там про колокола какие-то у них какие-то расписки это все фигня у нас он боми не очень нравится бои рандомный encounter мы в этом и джеки они так или иначе если мы идем но относительно по квесту да они либо простые но долгие и нужно просто кликать 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 либо они нечестно трудные вот как вот с тем зверем да как я мог знать то откажись я от его предложение он на меня нападает с толпой с сервис тяльных стагов и все я не могу ничего сделать особенно если рандом экспортиция гандикапом так что я не смогу даже кастануть побег светом солнца все таки видно что это еще восемьдесят шестой год там история рандомных энкаунтеров ультимы тоже там в первых четырех особенно частях особенно в 4 очень плохо с этим всем фейдгейтсов дон всегда я в пример привожу потому что я прохожу две длинные игры параллельно в одном жанре подгибся в дон свои конечно недостатки но рандомные энкаунтеры там менее неприятные тогда бывают периоды когда ты идешь и игра решает закидывать тебя абсолютно идентичными врагами условно полчаса 15 минут но там это обычно как бы либо ты с этим справляешься очень быстро либо ты за это что-то получаешь прям ощутимое либо кучу опыта либо кучу денег на поверхности если об энкаунтерах в данжах то там все поинтереснее в принципе там некоторые места есть где энкаунтеры какие-то стабильные всегда где размещены какие-то враги определенные это интереснее но это и уже 91 год недавно вот исполнилось 30 лет фейдгейтсов дону помянули автора олафа дядю олафа почему опять егорка ходил погоди чем было снизил а я не могу здесь сделать был из потому что темнота же точно тут мы только воевать можем вручную японских рпг который был естественно это наследует у западных и рандом и каунтером тоже все неприятно чаще всего вот потом конечно появился крона триггер и показал как этого можно избежать примерно так же как пейтгейтсов дон это делает ты видишь противника перед собой не возникает ниоткуда можешь при желании избежать боя иногда и чаще всего забавно что некоторые современные японские рпг даже в серии файл фэнтези ну словно современные начиная там уже с конца 90-х и так далее все равно эти рандомные энкаунтеры сохраняет когда-нибудь традиции в некоторых переизданиях их можно отключить как вот в девятые интересно вот этот японская традиционалистичность в геймдизайне никто же не заставляет но это удобно романтизировать потому что у файл фэнтези о драгон квест потому да так эта игра такая же похожая удобно не всегда это на пользу конечно психическую защиту без нее не хожу в опасных местах вот не опасное место сейчас вот тут все засветим пойдем сохранимся на сегодня закончим следующий раз пойдем либо город либо на остров посмотрим можете проголосовать в комментариях куда пойдем без если очень хочется поиграем в дима тратья немножко сегодня еще можно или не сегодня сегодня уже вряд ли на днях надо продолжить пока он лежит кусочек записаны видео еще с саккабаном из черензе вон дирана я решил тот который меня заставил потратить много времени я его не смог раскусить первое но это как там помните мучился полчаса с одним пазлом потом бах с первого раза смог вот тут почти так же но не с первого решения оказалось как всегда проще чем изначально можно подумать не будучи мастером саккабана я естественно не являюсь я на пути становления своего саккабанного мастерства у меня есть программка специальная с кучей предзаготовленных уровня генерирует ли она рандомные пазлы саккабаны не уверен что это хорошая идея мне не все пазлы хорошо работают когда генерится алгоритмами судоку хорошо работает когда еще в колледже учился получатся до больше десяти лет назад наткнулись наткнулись с мамой на саккабан впервые в жизни там возле вокзала всякие кроссворды продавали прочую фигню смысла саккабан непонятно что интересно вот у меня где-то была книжка саккабанная я не помню решил ли я там в ней все или вообще ее потерял возможно она у меня там дома осталось возможно я к ней вернусь но потом я нашел уже программки которые генерируют судоки саккабан такой саккабан судок конечно японские слова на букву с легко перепутать и в одной из них симптом солнце симпли судоку что ли называется есть очень развернутая справка о том как ну какие вообще там можно нет методы решения применять некоторые я так и не освоил до сих пор не то чтобы этим занимался последние годы вообще у нас свет солнца кстати умер опять ну давайте тогда быстренько отсюда и к спорим если чего не будем сливиться и все мы тут сюда и к спорили ладно придется оживлять бедолагу оживите нашего мальчика засыпались отдохнули 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 а сейчас засыпаемся и скажем спасибо всем кто с нами сегодня был продолжим следующий раз уже исследовать или город или остров опять же можете проголосовать если очень хочется если нет то я начну с города тут наверняка будет тоже какой-нибудь дальше интересные так что будет чем заняться на этом все до свидания